Седьмой класс, двадцатая серия. Способ группировки. Чтобы разложить многочлен на множители способом группировки, надо объединить члены многочлена в такие группы, которые имеют общий множитель. А затем этот общий множитель вынести за скобки. Давайте рассмотрим на примере. Первое слагаемое и третье слагаемое содержат множитель 2. Двойку можно вынести за скобки. Тогда от первого остается А, а здесь остается В. Теперь давайте рассмотрим оставшиеся слагаемые. ВС плюс АС. Общий множитель С можно вынести за скобки. Тогда остается в скобках В плюс А или А плюс В. Теперь можно вынести за скобки общий множитель в виде многочлена А плюс В. ВС, это В плюс А или А плюс В, выносится за скобки общий множитель. И во вторых скобках получается 2 плюс С или С плюс 2. Давайте рассмотрим еще один пример. Например, надо вынести общий множитель у в кубе за скобки. Первое слагаемое, второе и предпоследнее содержат общий множитель у в кубе. Что тогда останется? От первого слагаемого х, от второго… Значит, здесь будет множитель х, здесь плюс В, и минус 1, потому что здесь коэффициент минус 1. Так, теперь давайте рассмотрим оставшиеся слагаемые. Минус Ах минус Аб и плюс А. Общий множитель А можно вынести за скобки или минус А. Так, давайте вынесем минус А. Я выношу минус А так, чтобы у меня в скобках получилось точно такое же выражение, как и в предыдущих. Итак, здесь будет х плюс В и минус 1. Плюс В и минус 1. Так, а теперь способом группировки выносится за скобки общий множитель в виде многочлена. х плюс В минус 1 выносится за скобки. Это будет в первых скобках. А во вторых скобках будет у в кубе минус А. Вот таким образом раскладывается на множитель способом группировки. Первая задача – разложите на множители. Итак, можно сгруппировать первое слагаемое и второе. Здесь есть общий множитель М, который можно вынести за скобки. После вынесения общего множителя М за скобки в скобках будет 2М минус Н. Теперь давайте рассмотрим оставшиеся слагаемые. Общий множитель, который можно вынести за скобки, 3 или минус 3? Давайте вынесем минус 3. Тогда в скобках будет 2М минус Н. А теперь за скобки будем выносить общий множитель в виде многочлена. 2М минус Н. Итак, первый множитель будет – это многочлен, это общий множитель 2М минус Н. А второй множитель будет – от первого слагаемого остается М, а от второго – минус 3. Минус 3. Вот таков ответ. Разложили на множители. Это первый множитель, это второй множитель. Вторая задача – вычислить. Мы будем вычислять устно, применяя способ группировки. Обратите, пожалуйста, внимание. Первое и второе слагаемое содержат общий множитель 17,6. Выносим 17,6 за скобки. В скобках от первого слагаемого остается 16, от второго – минус 11. 16 минус 11 – это 5. Значит, умножаем на 5. Так, теперь рассматриваем следующее слагаемое. За скобки можно вынести общий множитель 2,4. Так, после вынесения за скобки общего множителя 2,4 остается 18 минус 13. Это 5. Так, а теперь посмотрите, пожалуйста. Можно вынести за скобки общий множитель 5. 5 умножить на 20 – 100. Ответ – 100. Вот мы вычислили быстро, устно, применяя способ группировки. Третья задача – решить уравнение. Так, общий множитель, который можно вынести, вот рассматривая первое и второе слагаемое, это 3х, выносим, остается х минус 7. Так, здесь можно вынести минус за скобки, тогда в скобках будет х минус 7. Теперь общий множитель в виде многочлена х минус 7 выносится за скобки, а в скобках остается от первого слагаемого 3х и минус 1. Произведение равно 0 в том случае, если первый множитель обращается в 0, это если х равен 7, либо второй множитель обращается в 0, если х – 1 треть. Итак, данное уравнение имеет два корня. Первый корень – 7, второй корень – 1 треть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова